И всем здарова, с вами Антромер, тем временем официальный трейлер GTA 6 чуть больше чем за сутки набрал почти 100 миллионов просмотров и почти 9 миллионов лайков. В очередной раз Rockstar поставили мировой рекорд. В прошлом видео мы с вами полноценно покадрово разобрали трейлер, а вот сегодня в видео мы с вами посмотрим более такие тонкие детали, такие как масштабы карты, когда нам покажут геймплей и когда выйдет ПК-версия игры. Всё это нам известно благодаря самому же трейлеру. Ну а перед началом, как всегда, минутка спонсора. Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость, тогда загляните в группу Кфасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвозно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей, будь то PlayStation 4, 5 и Xbox Series XS. В общем, ссылочку на группу я оставил в описании под этим видео. Итак, давайте в первую очередь поговорим о масштабах карты, так как эта информация уже полноценно подтверждена. На своём сайте Rockstar сделали пост и написали в нём следующее. В GTA 6 вы отправитесь в штат Леонида, навстречу неоновым огням Байсити. Вас ждёт самый большой, самый проработанный мир за всю историю Grand Theft Auto. Игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series XS. Про платформы мы с вами поговорим чуть позже, нас сейчас интересует именно мир. Итак, Rockstar напрямую нам сказали, что действия игры будут происходить в штате Леонида. А это у нас аналог штата Флорида. И по факту, сам по себе этот штат довольно-таки не маленький. Помимо самого Вайсити, у нас будут затронуты все окрестности штата Леонида. Как минимум 100%, ещё парочку крупных городов помимо Вайсити ожидать точно стоит. Сельская местность, кстати, тоже никуда не денется, её мы с вами видели в трейлере. В игре у нас будут разнообразные биомы, примерно так же, как это было в Red Dead Redemption 2. Конечно, навряд ли будет какая-то реализация снега, так как он тут попросту не к месту. Но всё равно разные биомы в игре будут. Со своими условиями, фауной и так далее. По своим размерам, карта в GTA 6 будет в 2, а то и в 3 раза больше, чем в 5 части GTA. Её примерную концепцию вы прямо сейчас можете увидеть на своих экранах. В плане проработки, это будет самый живой и проработанный мир вообще за всю историю Rockstar. Это мы с вами, кстати, тоже увидели в трейлере. Ещё где-то там проходил слух, что в 70% помещений в игре можно будет зайти. И тут на одном из моментов трейлера можно в окнах увидеть полноценные интерьеры. КЗ может быть это просто обычная технология, позволяющая делать вот такие вот визуальные интерьеры. Просто для правдоподобности картинки. Вода и подводный мир в игре вообще прям по жести будут проработаны. Ведь именно с водой в игре будет очень много геймплейных возможностей. Если сравнить уровень проработки воды, да и в целом уровень графики с GTA 5, то это вообще небо и земля. GTA 5 теперь вообще кажется какой-то блеклой что ли. Но уровень графики в игре реально на высшем уровне. Итак, теперь наверное один из самых интересных вопросов. Это же когда нам покажут именно настоящий геймплей игры. Хотя по факту в трейлере и так графика настоящая. Но всё же хотелось бы увидеть именно живой геймплей. Начнём с того, что трейлеров игры будет несколько, так как тот, который нам показали, это был первый. И следующий трейлер игры мы с вами увидим где-то через год. Так было и так будет со всеми играми Rockstar. Может я и ошибаюсь, и второй трейлер мы увидим с вами гораздо раньше. Но по крайней мере такой годовалый промежуток всегда был у Rockstar. Затем где-то за месяц-полтора до выхода игры мы с вами увидим полноценный геймплей. Причём, кстати, тоже скорее всего не один. Так как если банально взять ситуацию с Red Dead Redemption 2, геймплея там было аж целых две части. Ну потому что игра реально была здоровая и Rockstar хотели показать абсолютно всё. А тут, извините меня, GTA 6. Так что смею предположить, что геймплейный ролик будет явно не один. И выйдут они где-то за месяц-за полтора до выхода игры. Кстати, насчёт релиза давайте поговорим поподробнее. И тут многих, наверное, сразу мучает вопрос, будет ли вообще ПК-версия игры. И тут можно ответить со стопроцентной вероятностью, что да, она будет, но чуть-чуть попозже. Об этом они точно написали на своём сайте. И как это обычно бывает, через годик мы с вами увидим её и на ПК. В этом плане прям вообще можете не переживать, игра на ПК точно будет. Игра выйдет точно до конца весны 2025 года. И сейчас я вам объясню почему. Всё дело в том, что издатель Rockstar Take-Two планирует заработать 8 миллиардов долларов за этот промежуток, который как раз таки кончается именно весной 2025. И давайте согласимся, что ни один проект под издательством Take-Two не сможет принести столько бабок. И отталкиваясь от этого, можно предположить, что ПК-версию мы увидим в 2026 году. Всё, пацаны, 10 лет ждали и 2 года подождать не сможем. В этом плане всё будет окей. Ну а на этом всё. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был хоть как-то интересен и полезен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Пиши в комментариях, что ты вообще думаешь по всему этому поводу. Мне будет интересно почитать, ведь все комментарии я читаю, на них же отвечаю. По своему скромному мнению, я вам скажу, что GTA 6 будет реально полным разрывом жопы. Все полезные ссылки ты как всегда можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер, всем удачи и всем пока-пока. Но если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть ещё вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok